Научный сотрудник МГИМО, а также руководители Организации Международной Исламской Миссии и Всероссийского Межнационального Союза Молодежи с лекциями выступили перед студентами Карачао-Черкесского Исламского Института. Семинар по духовно-нравственному воспитанию молодежи организован в рамках проекта «Точка роста». Подобные мероприятия проходят во всех субъектах СКФО, а теперь и в Черкесске. Репортаж Алла Динаевой. Параллельно с учебным процессом в январе этого года в Карачао-Черкесском Исламском Институте начали вести ремонтные работы. Это пока первое отремонтированное помещение, где и собрались участники семинара, гости из Москвы и студенты этого вуза. Собравшихся поприветствовал председатель Карнационного Центра Мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердеев. А ректор Исламского Института, он выразил слова благодарности и поддержки за проводимую работу. Очень красивый ремонт сделал, Мухаммад. Если везде так сможешь сделать, это будет очень хорошо. Ничего мы обязательно сделаем? Делаем ничего, да. Самое главное, это надо начать. Не испугаться, не бояться, надо начать. Потом сделаем. Я рад встрече с вами в стенах этого института, который является одним из самых первых исламских образовательных учреждений на Северном Кавказе. Обратился к собравшимся председатель Централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия» и один из организаторов данного мероприятия, Шафик Пшихачев. Он рассказал о целях и задачах проводимого семинара. «Народная исламская миссия уже 11 лет реализует программу взаимоотношений междунациональных и межконфессиональных отношений, гармонизации этих отношений и в особенности в молодежной среде». В высших учебных заведениях нашей страны не так давно появилась образовательная программа «Теология. Наука о религиозном учении». О его значении и почему так важно иметь религиозное и светское образование своим видением поделился благочинно Южного Карачаева-Черкесского церковного округа Евгений Суптельный. Этнограф-исламовед Ахмед Ярлыкапов проводит социологические исследования с конца 1990 года и бывал во многих регионах и встречался с людьми самых разных религиозных убеждений. Ведь это очень важно, чтобы создавать общую и объемную картину, говорит он. И в Карачаево-Черкесском исламском институте Ахмед Аминович бывал неоднократно. А еще участниками семинара были четыре преподавателя из Египта. Это практикуется давно. Каждые три года исламский институт заключает договор с Аль-Асхарским университетом и приезжают разные преподаватели. Шейх Абдул-Латиф – преподаватель высшей степени опытности и сейчас проводит занятия студентам по основам юриспруденции, исламской логики и арабскому языку. Что касается нас, эта группа впервые приезжает в Карачаево-Черкесию. Но до нас были группы, приезжали и тут выполняли свою договоренность между нашим институтом и Азхаром. Мы здесь по контракту на три года. Что касается студентов, их стремление к знаниям, оно выше нормы, можно сказать. И не хочу, говорит, хвалить перед рядом с ним, находясь рядом с ним ректором этого института, но он там похвалил. По-своему это все. Остальное сказать, что стремится делать все как для студентов, так и для преподавателей. Лекции, дискуссии со студентами и мастер-классы в рамках семинара по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи «Точка роста» на базе Исламского института проходили один день. Аладдинаева, Али Бастанов, Вести, Харачева, Черкесия.